Приветствую вас! И совершенно очевидно, что прошлые отношения не дают мужчине покоя, не может он что-то забыть из них, из этих отношений, а не получается у него полностью и опустить, в результате чего человек, пока медовами была страсть, пока медовами было понимание, он общался с вами очень хорошо, а потом начал чувствовать, что не справляется с трудностями, с тем, что вот улеглись эмоции, а дальше ничего не получилось, то есть не было взаимопонимания, не было какой-то, какого-то дружбы, какого-то взаимоуважения и прочее. Почему так получилось? Потому что, изначально мы были для него спасителем, изначально мы были для него той, кто вытащил его из трясины, ну, скажем, депрессии или чего-то еще. А дальше, когда уже вам потребовалось помощь, возможно, мужчина попросту вас разочаровался, ведь он привык, что вы ему все время помогаете, во-моему, но он оказался не готов смысленно для вас что-то делать. И я думаю, я думаю, что мужчина этот не очень сильный душевно, не очень сильный эмоционально. То, что ему писала дочь, возможно, напоминала ему о прошлом. Он, очевидно, начал жалеть о том, что с вами связался, обобраться на вас столько времени. Почему? Ну, может быть, дочь ему что-то писала, может быть, отношения с бывшим как-то вновь дали о себе гнать. В любом случае, что вам сейчас нужно сделать? Оставьте человека в покое. Не трогайте его. Не хочет с вами общаться – не нужно. Не нужно насилие на него давить. Вряд ли, кроме агрессии, это что-то еще за собой повлечет. Вряд ли ему он может успокоиться, привести мысли в порядок. А сами постарайтесь проанализировать ситуацию с ним и подумать. Вот вы говорите, человек изменился. В каком моменте он изменился? Что тогда начало происходить? Что могло повлиять на мужчину так, что он начал меняться? И выявите для себя возможные причины этого. Вы пишете, что, значит, с марта месяца он изменился. Вы пишете, что с марта месяца, значит, это получается вот с этого марта месяца, который был, значит, совсем недавно это произошло. Ну, я думаю, что при довольно-таки досконарном, серьезном анализе можно найти причины, по которым он изменил свое отношение к вам и, собственно говоря, по ним выяснить, почему человек стал так поступать, ибо без причин нет ничего. Вполне вероятно, что его не устроила просто роль, уже теперь с его стороны, роль спасителя. Вполне возможно, что это ничего. Но так или иначе, сейчас вы сделать ничего не можете, поэтому оставьте его в покое. Если вам хочется, будет хотеть с ним пообщаться, то просто начните общение на дружественной основе, то есть, просто вы интересуетесь, как у него дела, но не сейчас, а спустя какое-то время, дайте ему все-таки месяц побыть без глаз хотя бы, ну, может быть, пару недель, а потом просто дружественное общение начните, все-таки вы же не чужие люди. Вот. Но все это очень напоминает на то, что у мужчины была страсть на почве разочарования в его жене, да, при минусе. И эта страсть угасла, а ничего порядка страсти у него к вам не оказалось. И в результате этого мужчина начал думать больше о своих предыдущих отношениях, и, возможно, не оконченные, они не оконченные те отношения, по-прежнему его беспокоят, давят и так далее. А может быть, следило еще глубже и в страхах мужчины, что и вы тоже так же с ним поступите, но не желают это признать вам. То есть, гадать тут можно многое, но факт тот, что только сохранить семью, нужно сейчас оставить все в покое, а потом начинать общаться на дружеской основе, и постепенно-постепенно, вот на такой дружеской, ни к чему не обязывающей беседе, выстраивать картину того, почему мужчина так поступил. Ну и в процессе такой беседы предлагать ему с вашей стороны те причины, возможно, которые вы выявите из анализа ситуации для обсуждения. Уверен, на какие-то из этих причин он отреагирует более чем показательно, вам эту реакцию следует заметить, и это и будет истинно. Ну а дальше уже все зависит от того, готов ли мужчина решать проблему, готов ли он преодолевать трудности или нет. Если не готов, то насильно вы не заставите человека быть с вами, к сожалению, ну никак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok